Музыка Мы являемся частью вот этой корпорации, которая переделывает сырье, то бишь железнодородное сырье, делает гомерат, делает чугун и делает заготовку. И мы имеем все международные сертификаты, которые есть в мире для того, чтобы продавать. Какой пришел момент? У нас из трех железнодорожных ветвей, которые через Дебальцево, через Ухорловку, через Ясиноватую, осталась только одна, Радаковская, которая пропускает в лучшем случае 100-200 вагонов. И вместо четырех отдельных водов, которые на наш комбинат должно быть как бы отдельно, у нас сейчас получается один, вот этот сейчас как раз по схеме, самый маленький. Со вчерашнего дня нас подсадили так, вот этот свет мигает, что мы не можем даже включить насосы, чтобы людям помыть руки. И мы вот вынуждены, со вчерашнего дня вынуждены, всех людей, они пришли, отметились и ушли. Сегодня точно так, завтра точно так, в понедельник, если электроэнергии не будет, это точно так. Плюс город. Отключил одну эту самую, как она называется, котельную восточную, слил оттуда воду. Это нам везет, потому что нет заморозков. Будут заморозки, это катастрофа. Мы за свои деньги взяли километры алюминиевых проводов. Мы за свои деньги сделали стойку, которая вот здесь вот после взрыва опора, которая, стойка опора, сделали. Оно бьется, бьется и бьется. Мало того, что самое интересное, вроде бы уже сформировалось кое-какое правительство, значит, уже какой-то как бы организационно. На дороге выставляются посты. Посты со своими правилами. Вот, хоть чем едем, хоть чем нет. Ну, уже вроде бы как понятно, чтобы не заморозить город, чтобы люди ходили на работу, ну, хоть что-то и то тормозится. Павел Петрович сказал, производство очень опасное, непрерывное. Ни на минуту не должно останавливаться, линии должны ремонтироваться, они могут ломаться и все такое. Поэтому вот такое было обеспечение. Значит, сразу могу сказать, вот из этих четырех линий нет ни одной. Ну, вот они, вот смотрите. Откуда, покажите, где они заходили. Раз, два, три, четыре линии. Это большие. А сейчас мы держимся вот даже здесь. Она такая тоненькая, которая еле-еле-еле. В какой-то момент вы помните Луганская область. Покажите, где мы, а честно, покажите. Вот, это вот наш комитет. Вот это мы, да? Да. Ну, в данном случае это последнее время, когда уже нас отключили от системы Украины. Вот мы стали изолированными. Вот здесь вот поперебивали все линии в результате военных действий. И осталась единственная генерирующая мощность. Это счастинская или луганская ТЭС. Смотрите, перебиты эти линии. Запитали, перебили эти линии. Запитали, перебили эти линии. У нас нет сейчас на комбинат, не подходит питание ни по одной линии 220 кВт. Это 1000 Вольт. Значит, кое-как смогли запитать вот с этой части по линиям 110. Но вы понимаете, что это, во-первых, они длинные. Во-вторых, на них сидит много потребителей. Разные поселки и так далее. Их пропускная способность очень маленькая. И вот сейчас просто нас спасает положительная температура. Минус 10, и вот эта электроэнергия, как и вода, кончится где-то здесь. Она до нас доходить практически не будет. Да, для начала была действительно восстановлена эта линия. Ну, с нашей помощью, но восстанавливала вообще ТАЛЭО, да? Да. Мы давали технику, мы помогали топливом. Они жили вот в нашем общежитии, эта бригада. Это ремонтникам. Ремонтникам, да, бригада. Мы туда ездили, контролировали. Это район Георгиевки. Чтобы люди не взорвались. Помните, там этот южный котел, так называемый. И сколько она проработала? Она, подождите минуточку, она ни разу еще не работала. Она была в какой-то момент включена, но в районе Победы, вот этой подстанции большой, она не была включена. Завтра, по-моему, намечен ремонт выключателя на российской стороне, там где-то на какой-то подстанции. И вот эта вот линия будет отключена даже. То есть нужны какие-то подавительные мероприятия для отключения вот этой линии. Ну, и кроме того, мы ж не забываем, что люди, которые на этой подстанции, как я понимаю, они подчиняются тем, которые в горло. То есть нужна команда. Кто-то где-то, две системы, каким-то образом договариваются, люди. Мы тоже слышали, что вот будет ремонт выключателя и, возможно, включение линии. Если они это сделают, это будет просто прекрасно. Почему? Потому что эта линия все-таки 220 кВт с достаточной пропускной способностью. Если у нас будет линия, которая по территории ЛНР только проходит и не входит в зону боевых действий. То есть здесь же боевые действия, здесь возможны боевые действия. Вот это вот все перебито в результате опять-таки боевых действий. А вот здесь вот, слава Богу, вроде бы пока не хочу. Это город будет стабильный. Во всяком случае, будут, ну, может, верные отключения, но котельные будут работать. Подостабжение будет работать. Вот в чем дело. Но сказать, от кого это зависит, вы не можете. Позавчера вечером вот перебивается одна линия, вчера утром вторая линия. Мы технические специалисты. Мы знаем, как делать у нас и ждем просто подтверждения, когда мы можем свою часть работы сделать. И мы сидим на телефоне, общаемся со всеми и ждем, когда нам разрешают что-то сделать, мы свою часть делаем. А кто там зависит или не зависит... У кого-то аж можно нам вот даже взять, задать вопрос. Решается судьба города, его жизнь, его будущего и так далее. Кому мы можем задать вопрос, от кого здесь вот что-то зависит? В данный момент, я думаю, это Луганский Горловка. Продолжение следует... Продолжение следует...